За прошедшие сутки украинские каратели два раза подвергли обстрелу позиции народной милиции ЛНР в районе памятника князю Игорю. Противник использовал АГС, РПГ и стрелковое оружие. Вместе с тем подразделения ВСУ продолжают нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку своей техники вблизи линии разграничения. Кроме того, происходит внутренняя ротация военнослужащих на передовых позициях и обеспечения военным имуществом личного состава. Стало известно о передвижении двух колонн вооружения и военной техники противника. Первая колонна в составе двух единиц автомобильной техники и одной БМП проследовала из населенного пункта Болотенная на позиции опорного пункта 14 механизированной бригады в районе урочища Шаровкут. Предположительно, для замены подразделений на передовой позиции. Вторая колонна в составе четырех единиц автомобильной техники и в сопровождении одного БТРа проследовала из населенного пункта Артема в направлении населенный пункт Счастье. Предположительно, осуществлялся подвоз военного имущества и продовольствия со складов 14 механизированной бригады вооруженных сил Украины. Помимо личного состава и вооружения, ВСУ продолжает перемещать к линии соприкосновения большое количество боеприпасов. Так, в зоне ответственности 24 бригады в двух километрах с северо-западнее населенного пункта Попасная выявлено размещение складов ракетно-артиллерийского вооружения. Склады размещены на открытой площадке, огорожены колючей проволокой и охраняются караулом. Также отмечено размещение складов РАФ на восточной окраине населенного пункта Попасная в подвале жилого дома.